Когда мне звонят мои друзья из Армении и спрашивают, когда ты приедешь, понятно, что они просто не задумываются о том, что это невозможно. Я не верю, что победа любой ценой есть у Армении, как принятый концерт. Первая победа ему не нужна. И думаю, что он пытается по максимуму отжать, как салями, отрезая кусок за куском. Армения Артах — это сиямские близнецы. В джунглях каждый сам за себя, армяне пытаются так жить, но это не в сегодняшней ситуации. Человек бежит быстрее всего, когда за ним гонится тигр, или когда у него есть мотивация выиграть олимпийскую медаль. Ну вот, в общем, нам надо делать и то, и другое. Это тяжелая ситуация, но она не означает, что надо ложиться в гроб и ждать, когда тебя похоронят. Ну что ж, дорогие друзья, это Глумов. И сегодня мы беседуем с Рубеном Карловичем Варданяном, человеком, который находится в Арцахе. Это его взвешенное решение. Он решил остаться в Арцахе. Он был государственным чиновником не так давно. Сейчас он, скорее всего, просто физлицо. И человек, который занимается благотворительностью, меценат, общественный деятель. Ну и человек, у которого есть арцахская прописка. Здравствуйте, Рубен Карлович. Добрый день. Добрый день, Егор. Я бы хотел предложить... Опа, у нас отключился свет. Отключился свет. Так, это значит, что у нас с интернетом тоже связи нет? Или это вообще можно подсветить телефоном, и будет интересно? Сейчас посмотрим. Надеюсь, что он должен будет сейчас включиться. Генератор, к сожалению. Но давайте, пока как раз у нас такой затемненный фон. Я хотел... Ну вот, как раз. Да, я хотел предложить формат общения. Мы достаточно давно знакомы. Я с уважением отношусь к псевдониму Егора Глумова и читал пьесу Островского на каждого мудреца. Но так и на нас разговор очень серьезный. И мы практически ровесники. Я предлагаю, без имени и отчества, а я буду гором называть, если можно в этой ситуации. Прекрасно. Я хотел бы сказать, что ситуация у нас острая. И у нас немножко разговор должен быть Рубена Егора, а не Рубена Гарлиныча и Егора Глумова. Согласен, согласен. Спасибо большое, Рубен. Действительно, мы знакомы очень давно. Впервые для зрителей скажу, что я впервые пересекся в жизни с Рубеном в далеком 2000 году, когда была история Армении 2020. И мы делали какие-то проекты там. И тогда, в общем-то, наверное, никто не думал о том, что мы до такой жизни докатимся. Но вот докатились. Может быть, и мы в чем-то виноваты. Рубен, я бы для начала хотел, чтобы вы объяснили мне, как человеку, который достаточно часто смотрит ваше интервью, практически все, достаточно часто я пытаюсь понять людей, которые вам задают вопросы, у меня нечасто получается. Откуда такое невежество, незнание о ситуации в Арцахе, о ситуации в стране, которая находится не так далеко от цивилизационных центров в 21 веке? Как вам могут задавать вопросы о том, например, и как вы относитесь к тому, что неужели жители Арцаха не будут теперь получать пенсию от Азербайджана? Неужели оттуда нельзя просто взять и уехать? Вот как вы относитесь к людям, которые вам задают такие вопросы, которые на самом деле грамотные журналисты, работают в крупных изданиях, у них там YouTube-каналы, миллионные просмотры и прочее? Откуда такое невежество? Ну, Гор, в первую очередь от нас мы мало о себе рассказываем. Нам кажется, все о нас должны знать, что мы такая древняя и такая великая нация, такая история, что все о нас все должны знать. Поэтому первое это от нас. Второе, конечно, есть ситуация уникальная в мире, когда такое количество вещей происходит одновременно везде, что у людей действительно теряется понимание ориентиров, что и где, как происходило и происходит. Третье, огромный такой шум фейковой информации, который идет на людей. И четвертое, просто безразличие, самая главная проблема, люди просто не делают свою домашнюю работу. Вы сказали о том, что мы мало о себе говорим. На каких уровнях мы мало о себе говорим, кто это должен делать и как? Знаете, вот наше сегодняшнее интервью очень хороший пример. Потому что мы иногда просто говорим, что поговорить, исходя из той уникальной ситуации, в которой мы находимся. Все-таки в блокаде последний раз в то ли бы мире находился. это Сараева, 1992-1994 год. Это осознание уникальности ситуации и того, как мы должны говорить, о чем мы должны говорить. Это задача, в первую очередь, тех, кто сейчас живет в Арцахе, говоря со всеми, на уровне официальных лиц, на уровне журналистов, на уровне просто бытовом. Потому что, когда мне звонят мои друзья из Армении и спрашивают, когда ты приедешь, понятно, что они просто не задумываются о том, что это невозможно. Они как бы так что-то слышали про блокаду, они до конца понимают, что-то блокады. Кажется, вот восприятие информации от нас о том, что с нами происходит, действительно, должно быть на разных уровнях. От бытового до официальных позиций и разъяснений. В принципе, информационная война, она не менее важна в 21 веке, чем война, к сожалению, которая происходит на поле битвы. В этом смысле мы информационной войне, конечно, проигрываем. Мы проигрываем, потому что мы не понимаем важности этой войны или мы проигрываем, потому что у нас нет финансовых вливаний. Как это происходит? Ну, я вспоминаю очень интересный фильм «Шпионский мост». Там полковник Абель, когда его там в камере адвокат спрашивает, а вы, говорит, вообще, не волнуйтесь, а это, говорит, поможет. Вот мне кажется, каждый раз, когда мы проводим интервью, когда мы пытаемся что-то рассказать, мы должны пропускать через себя. «А это помогает или нет?» Мы то, что рассказываем, это помогает людям лучше понять, что мы делаем, что с нами происходит. Это помогает людям внутри Арцаха осознать там всю серьезную ситуацию. Нет, мне кажется, это внутренняя некоторая литургия, в которой находимся мы все с точки зрения состояния того, что с нами происходит, приводит к тому, что мы, да, не имеем, может быть, большого количества финансовых ресурсов, не всегда имея до конца профессиональных там команд. Хотя у нас уникальное преимущество, у нас сетевая нация, мы можем такое количество гениальных журналистов, гениальных креаторов и других людей привлечь к тому, чтобы это все было профессионально и правильно, но вот наше желание все время делать все самим и полулюбительски, плюс вот это нахождение в литургическом некотором состоянии приводит к тому, что мы не используем все возможности с тем, чтобы четко, ясно, понятно объяснить миру, что происходит в Арцахе, что происходит вокруг Арцаха, что происходит между Арцахом и Армением, что происходит в мире по отношению к Арцаху. И действительно, Арцах находится не просто в физической блокаде, а также в информационной блокаде, потому что об этом действительно не так много говорят, действительно, наверное, говорят не все то, что нужно говорить. Ну и, наверное, мне всегда казалось, что вот эти уникальные возможности, которые мы не используем, очень часто нам мешают, потому что вы тоже неоднократно об этом говорили, например, у нас нет ни одного толкового фильма про геноциды армян, да, казалось бы, имеют такие возможности. В Америке есть очень много журналистов с армянскими корнями, которые неоднократно получали пулитстровские племии, но при этом ни разу не писали о проблемах, которые, в общем-то, должны волновать, наверное, армян прежде всего. Ну и, наверное, как говорит древняя армянская пословица, если у тебя есть ноготь, ты должен сам себе, в общем-то, чесать голову. Поэтому вот мы пытаемся ее и чесать. Рубен, я очень часто думал над тем фактом, что когда вы были госминистром и когда соседняя страна, из-за которой вы сейчас находитесь в блокаде, поставила условие, что, значит, дорога жизни будет открыта, когда Рубен Варданян покинет свой пост, мне вообще казалось поразительным, что кто-то верит в эту чушь абсолютную, и мне казалось, что после того, как это случится и дорога не откроется, вам хотя бы скажут, простите, Рубен, мы были неправы. Что-нибудь подобное произошло? А это важно разве для этой ситуации? Слушайте, для меня важно, потому что я понимаю, чего вам стоило согласиться быть госминистром, что вам стоило работать госминистром, и что вам стоило уйти с этого поста. Ничего страшного, Егор. Вопрос все, что нужно для победы, нормально. Я это сказал, и когда принимал это предложение, и когда президент принимал решение непростое для себя о том, чтобы отправить меня в отставку, ничего не меняется. Мы, я хочу вернуть нашу аудиторию еще раз о сознании, мы говорим не про политического деятеля, мы говорим не про госминистра, мы говорим о 120 тысячах людей, живущих в блокаде, и что для этого надо сделать, чтобы от этого выйти. Поэтому все, что на пользу, можно делать. Поэтому совершенно спокойно, никаких извинений, ничего не нужно. Главное осознание. А вот произошло то, что произошло. Думали одно, получилось другое. Да, я сказал, когда уходил, что я не сомневаюсь, что это неправильное решение, потому что оно не даст того результата. Но были силы, в том числе в Армении, депутаты парламента об этом говорили, что же мы ради Варданяна должны потерять, значит, Арцах. Но это уже позиция, которая накачивалась, в том числе осознанно действующими политиками из Армении, частью людей в Арцахе. И вот это вот Варданян, он с собой привнес угрозу нам всем, вместо того, чтобы нам спокойно жить и как-то так примириться. В общем, надо было, чтобы люди убедились, что это не от Варданяна, что стратегия Азербайджана как была, так и осталась размеренно. Как салями, отрезая кусок за куском, двигаться в сторону того, что Арцах был бы без армян и был бы частью Азербайджана. Поэтому в этом смысле, я должен сказать, что даже, может, и хорошо то, что произошло. Потому что люди убедились, что это все серьезно, а не какие-то были надежды или иллюзии. Я думаю, они развелись окончательно с тем, в том числе, что произошло с моей отставкой. А какие существуют варианты спасения, формулы спасения, рецепты спасения от Рубена Варданяна? Что вы предлагаете миру, что вы предлагаете Арцаху? И что из этого действительно возможно притворить жизнь максимально быстро? Потому что мы понимаем, что мы живем в мире, в котором происходят события абсолютно непредсказуемы и достаточно быстро. Гор, смотрите, вот в вопросе урезаложена ошибочная позиция. Рубен Варданян никакого спасения не предлагает. Рубен Варданян понимает одну вещь. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Первое, это мы должны выйти из литургического сна внутри Арцаха, осознать серьезную ситуацию, консолидироваться вокруг идеи того, что наша цель и задача, которая была сформулирована намного раньше, чем сейчас, в 88-м году, и до этого, что мы хотим жить в свободном Арцахе, армянском, который будет управляться по нашим законам, и потом рассматривать возможность присоединения к Армении, или не присоединения к Армении, вопрос уже, который должен обсуждаться, приниматься решением народа Арцаха и народа Армении. Эта задача никто не отменял, и вокруг нее надо консолидировать все эти силы, которые готовы за это бороться. Потому что, как в «Разовской сказке», у нас сейчас три пути. Знаете, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, меч потеряешь, прямо пойдешь, жизнь потеряешь. На месте останешься, точно умрешь, да, на месте останешься, точно. И понятно, что конь это родину, ты уходишь, меч это ты теряешь достоинство, становишься частью Азербайджана, а голову потеряешь, значит, ну да, должен рисковать, если ты хочешь, чтобы твои 30 тысяч детей, которые вот мы сейчас 1 июня выйдет в наши интервью, да я правильно понимаю, как раз день детей. Вот мы с тобой отцы 4 детей, 4, да, у тебя четверо детей? Да, у меня тоже четверо детей. Вот мы должны понять, как мы будем смотреть им в глаза, когда они вырастут и скажут, а дорогие родители, а что же вы делали в этот момент, почему я вырос, например, не в Арцахе, или в какой-то другой, может быть, прекрасной стране, но уже не в моей родине, где мои могилы, моих предков. Поэтому главное, то, что я предлагаю, это, а, осознать, где мы находимся, провести анализ того, что было правильно и неправильно сделано в последние 30 лет, и вместе, понимая всю сложность ситуации, выработать те шаги, которые будут необходимы в этой ситуации. То, что мы и сделали. На последние 3 месяца мы провели огромную дискуссии, более 100 человек, очень разных взглядов, с разного возраста, с разными взглядами на жизнь, с разными профессиями, обсуждали будущее Арцаха. И мы консолидировали общество и создали фронт безопасности и развития Арцаха именно для того, чтобы сказать, дорогие мои, нету одного спасителя, нету одной волшебной палочки, которая вот так сделает и все изменится. И это не вопрос даже государства. Это мы сейчас одна большая община. Мы как Спарта. Вообще мы сделали анализ, Гор, того, какие другие примеры в мире того происходящего, который сейчас с нами происходит, можно использовать, потому что мы могли бы использовать опыт других, потому что это тоже очень важная, мне кажется, вся задача. Поэтому мы попытались, самое главное, я пытаюсь консолидировать людей вокруг той идеи, которая была движущей силой 35 лет и больше в Арцахе, в Армении, в армянском мире. Я пытаюсь вернуть доверие друг к другу, потому что без доверия друг к другу невозможна борьба, невозможно бороться против никого, если у тебя внутренние дрязги важнее внешнего врага. Мы же помним, как ребята, выросшие во дворе, когда ты внутри двора имел лучше-худше отношения, но когда ты шел драться с другим двором, то все объединялись и шли драться. Поэтому сейчас задача не просто объединиться ради объединения, объединиться ради одной цели. Поэтому цель, и поэтому мы называем, знаете, у нас очень важно, у меня долго я пытался говорить там команда, тим, тима китснель, мне говорят, не-не-не, это очень плохо воспринимается, потому что это все как бы такие. Я говорю, хорошо, тогда галапаракитснель, да, то есть люди, разделяющие общее вот это видение. Вот это очень важно, иметь галапаракитснель, которые вместе понимают, да, есть очень серьезный риск, очень жесткие вызовы, но мы все, каждый на своем месте, каждый день прослушаем, что я должен сделать, чтобы сегодня помочь решению этой задачи. Жители Арцаха готовы пойти за этими людьми? Каждый житель Арцаха готов стать человеком, который разделяет эти идеи и понимает, к чему они ведут? Ну, никогда все не идут. Мы знаем тот же Сардар Аббат, который мы отмечали там вот в мае, в конце мая, я всегда привожу пример. Там 35 тысяч человек пошли биться за последний рубеж, за сохранение Вахар Шапатовича, Мяддина и Еревана. Причем, если 35 тысяч человек, 3 тысячи были езиды, там 10 тысяч были агарабахцы, арцахцы, там были русские офицеры, там были и дашнаки, коммунисты. И это всего 5 процентов от 750 тысяч, около миллиона там, разным оценкам жило в этот момент в Армении. Главное, что было бы ядро, и главное, что вот эта вот внутренняя энергия, вот вера в себя, вера в других, Ира Будовича стала бы таким цементирующим элементом. И я должен сказать, что и митинг 25 декабря, в самый разгар вот первых дней Балкады, и митинг, который организовала молодежь 9 мая, показал, что да, есть. Я могу сказать, я очень много езжу по регионам, по общинам, особенно за пределами Степанакерта, это очень чувствую, что... Вообще карабахцы, арцахцы очень четкие такие, они как воины. Они когда их понимают и верят, у них все очень... У них в этом же мире намного проще. Они готовы стать под знамены, если они видят, что это по-честному, а не псевдо. У нас очень много псевдо, у нас очень много половинчатости, у нас очень много имитаций, у нас очень много слов о недел. К сожалению, это шелуха, которая наслоилась и дает очень сложную ситуацию и в Арцахе, и в Армении, и в армянском мире. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, сегодня правительство Арцах выполняет свои функции? И зачем оно нужно вообще? Правительство Арцаха выполняет часть функции, а правительство Арцаха – это зеркало общества в целом, потому что какое у нас общество, такое у нас и правительство. Оно не может быть другим, и не надо пенять на зеркало, «Голи рожа крива», как есть русская поговорка. Сформировалось большое количество институтов за 35 лет независимости Арцаха, который тяжело строил свою собственную государственные институты. Они работают лучше или хуже, они имеют свои родимые пятна, потому что, например, понятно, чтобы был перебор голос чиновников, и тем, что финансирование шло из Армении на каком-то, и это была возможность формы занятости, поддержания занятости. Есть очень большая проблема в том, что ты в замкнутом пространстве имеешь ограниченное количество ресурсов, поэтому одни и те же люди назначались на разные должности, и очень много чиновников были и министрами сельскохозяйства, и министрами финансов, и министрами чего-то, и они просто там рати, и такое рода. Понятно, что была клановость и семейственность, и люди там, кто чей, с кем ты дружишь, это такая часть в том числе и положительного, отрицательного того, что было в Арцахе. Поэтому правительство отражает реальность того, что есть. Другое дело, что и в правительстве есть разумные, нормальные люди, которые работают и понимают всю серьезную ситуацию. Есть люди, которые даже в этой ситуации занимаются какими-то мелкими дрязгами и каким-то решением своих личных проблем, и одна из важных задач, это сказать, мои личные проблемы, задачи на второй план, а главное, это защита и безопасность Арцаха. Вот этого осознания нету ни среди всех чиновников Арцаха, ни среди всех жителей Арцаха и Степанакета. И когда эти дебаты идут о том, что вот там плохие какое-то там правительство, я говорю, ребята, а что, мы сами все готовы, мы что, все вот в обществе живущие это осознали и можем давить на правительство, ребят, а вот это не надо, давайте вот это об этом обсуждать, давайте это дискутируем. Потому что когда мы начинаем спорить о каких-то вещах, которые не имеют отношения к главной цели безопасности Арцаха, то мне кажется, это просто вот подмена, происходит очередной раз подмена главного от второстепенного. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим о безопасности Арцаха, о том, что мы готовы или хотим быть готовыми к тому, что произойдет, что вы имеете в виду? Это вооруженный отпор, люди просто будут толпами собираться в местах, где азербайджанцы будут, азербайджанские войска, полиция, я не знаю кто, будут прорываться к Степанакерту. Как это будет происходить? Как вы себе это представляете? Гор, вот я, прежде чем вот наше интервью, прочел несколько ваших интервью, в том числе, как вы пришли на радиостанцию ВАН, и вы уже больше не работаете, для вас это как в образ жизни, да, вот вы говорите, что вот я вот родился, и вот мне кажется, вот здесь об этом уже идет речь. Первое, разруха не вокруг нас, разруха в нашей голове. Мы должны осознать, что наша безопасность в наших руках. Второе, что несмотря на все угрозы, на все вызовы, на все сложности, ничего еще не потеряно. Третье, это война идет, вот мы сделали анализ, это 14 войн идет одновременно. Это война не только с оружием в руках, это информационная война, это судебная идет битва, дипломатическая битва идет, идет битва этническая, историческая, культурно-религиозная, которую пытаются... То есть, на самом деле, очень много направлений, в которых мы даже не понимаем, насколько мы проигрываем, и насколько мы не уделяем внимания. И главное все равно еще, самое главное, цель и идеология должны быть во голове любого действия. Действия без, знаете, как сказал Конфуциум, мысль без понимания, осознание для чего, это опасная вещь. И действия точно так же, без понимания, осознания того, что ты делаешь, это очень опасная вещь. Поэтому осознание реальности, осознание ситуации, осознание своего места в этой, выбор пути в этом, ты готов идти, это очень важно выбрать. Каждый может выбрать. Один скажет, я здесь ничего не знаю, мне все равно, я смирюсь, буду жить. А кто-то говорит, нет, я не готов, я готов. Вот мне один отца сказал очень хорошую фразу, она мне очень нравится, я ее все время цитирую. Он сказал, для меня честь погиб за родину. Была и остается. Но еще большая честь, жить на моей родине, на Мазиме моей. Мне кажется, это очень важно осознание, что это просто так не дается, за это надо биться. И это возможно и оружие, это возможно, но надо самое главное понять, это уже отечественная война, это уже крепость Моссад, это вот, да, вот крепость Моссад. Ты готов или нет пожертвовать всем ради того, чтобы сохранить свое достоинство? Это вопрос достоинства. Это вопрос не только, не столько, сколько я имею там денег или какую там я иду, а готов или ли я, как армянин, как человек, как мужчина или женщина, и которые ответственны за своих детей, за своих предыдущих поколений и погибших ребят, нести эту ответственность или нет. Это сложный вопрос. Вот это осознание, мне кажется, номер один, а все остальное дальше где-то утекает. Осознание это не может прийти просто так. Оно либо насаждается, либо люди каким-то образом до этого доходят, изучают в школе, понимают, что действительно все, враг у ворот, и вот он стучится к тебе уже в двери. И когда только-только все начиналось, нам казалось, что действительно это достаточно далеко, потому что во время войны Второй Арцахской в центре города, в Ереване, в общем-то, люди жили в кафе себе спокойно и так далее. Сегодня то же самое происходит типа на Керте в центре города, в кафе. Люди спокойно себе в кафешках сидят, а где-то там на границе что-то происходит. Вот может быть, эти границы слишком стали близкими, и люди просто не понимают, или это та же самая литургия? Ну, у психологов есть очень четкое объяснение этому. Есть четыре формы реакции на кризис. Бей, беги, замри и отключись. То есть ты или в ответ на угрозу даешь отпор, или убегаешь, или пытаешься замереть, или вообще отключаешься. И в этом смысле понятно, что шок, который был после Второй Карабахской войны, он не прошел просто так. И огромная травма психологическая, она есть. С другой стороны, это ничего не закончилось. Война была, да, но еще раз, не проиграна. Проиграна вторая война, мы знаем, была первая, которая начиналась точно так же, очень непросто. Все забыли 92-й год, когда уже враг стоял у Асхерана, и вообще большей части территории было потеряно. Поэтому вот это внутреннее, вот это внутреннее, такой wake-up call, когда ты просыпаешься и вдруг понимаешь, что вот все, дальше уже отступать негде, вот нож дошел до кости. Это работа, в том числе, лидеров. И я должен сказать, что одна из проблем в Арцахе, у нас есть много руководителей, и очень мало есть лидеров. То есть лидеров, к которым люди готовы пойти, как было в начале 90-х, или в конце 80-х, было очень много ребят, которые были даже не по должности, а просто они имели в себе этот заряд лидеров, которые брали на себя ответственность, шли, и вы что-то, вы знаете, очень огромное количество ребят погибло, командиров отрядов, потому что они шли на передовой, они были первыми, а когда поднимали в атаку ребят, они сзади стояли. Мне кажется, мы сейчас вернулись снова вот в ситуацию отечественной войны, да, нужна цензура, пропаганда, да, нужны какие-то действия, ограничивающие свободу, и какие-то действия, в том числе, объясняющие, воспитывающие, да, должна быть жесткая система наказаний, последовательность реализации мер, которые принимаются. Вообще, должна быть воля, воля и дух, это никто не отменял, да, поэтому воля, дух, системность, последовательность, объяснение, наказание, поощрение, это все важные вещи. Коммуникация. Одна из проблем в Арцахе, я могу сказать, как бывший госминистр, это коммуникация с народом. Конечно, огромный провал того, что люди, живущие в одном, в общем-то, замкнутом пространстве, не имеют того уровня информации и коммуникации, чтобы они ощущали сопричастность и вовлеченность того, о чем происходит. Ну, вообще, это удивительно весьма, потому что 120 человек, это достаточно малая коммуна, и вроде бы казалось, 120 тысяч. 120 тысяч, да. Что должны быть эти коммуникации отложены как, то есть все друг друга знают элементарно, но тем не менее, это пропасть между правительством или властью и народом, она всегда была. Нет, возникло недоверие. Я должен сказать, что одна из очень серьезных проблем, которые есть внутри общества Арцахского, это большое уровень недоверия друг другу. Да, Арцахский очень законопослушный, если кого-то назначают на должность, они там тут же начинают относиться к нему как к начальнику, но не означает, что они его уважают. И в этом смысле, да, очень много слухов, и все обо всех все знают, но это одна вещь слухи, а другая вещь, когда люди ощущают, что с ними честны, с ними честны, с ними открыто. Да, может быть, не все вещи можно обсуждать публично, но Арцахсты очень четко чувствуют фальшь, очень четко чувствуют неискренность или имитацию. Вот очень много было имитаций, очень много было действий, которые, к сожалению, особенно после войны, были направлены на другую задачу. Как бы сделать так, чтобы люди вернулись бы, чтобы люди не уехали бы. И вот разделяя властвуй, это создание вот этих таких разных потоков информационных, отсутствием механизма общения, особенно первого лица, я говорил с президентом, я считаю, качество и количество его общения с людьми на сегодня намного меньше, чем должно быть в такой ситуации, когда у нас действительно блокада и полностью закупорены все механизмы, которые бы работали, может быть, в нормальной другой ситуации. Ну, тот же Арцах ТВ, например, смотрите, вот Арцах ТВ, хорошая государственная телекомпания, да, показывает передачи. Но 5 мая и 12 мая было два события, Вечерское соглашение и подписание о перемирии. Ни одной не было нормальной передачи об этом. То есть ты видишь, как люди просто не понимают и не остановятся твоего ответственности вот в этой ситуации. Вообще понимание, что мы в блокаде, и что это или-или ты останешься в живых, или тебя здесь не будет, но вот это ощущение пока, к сожалению, не доминирует. И поэтому это большая проблема коммуникации с людьми, особенно обычными людьми, которые очень внимательно все слушают, они очень чувствуют хорошо все. Вопрос, может быть, не по адресу, но имеют ли такие люди, которые не понимают всего этого, сегодня право оставаться у власти? Ну, это вообще хороший вопрос. Оценка компетентности людей, которые находятся у власти, кто их выбирает. Вообще, я должен сказать, мы очень много смотрели, разный опыт, в том числе, наивольный, наверное, близкий, это казачий сход, когда собирается община. Круг. Круг, казачий круг, да, или сход, как бы, вот эти механизмы, конечно, должны быть, потому что доверие выражается не в том, что ты пошел, проголосовал там, четыре года назад на выборах, и это не политические партии, это не те формальные институты или формальные должности. Подтверждение этого доверия должно проходить через другие механизмы, в том числе, имеют ли право люди быть принимающими решениями, если они не до конца понимают то, что происходит вокруг них. Но это часть реальности, в том числе того, что мы живем в мире, где есть свои институты. У нас есть такие институты, там есть первое лицо, он назначает и увольняет тех людей, кого он считает правильным на тех или иных должностях. Я со многим не согласен, и со многими считаю, что их надо было бы совершенно спокойно отправить домой или заниматься другими делами, но это президент, его решение. Несмотря на все то, что происходит в Арцахе сейчас, несмотря на блокаду, несмотря на то, что, казалось бы, нечего делать сейчас в этом смысле, ваша семья готова сегодня вложиться, и уже вы об этом объявили официально, деньги в развитие Арцаха. Во-первых, значит ли это, что вы оптимист, или это просто значит, что вы реалист, и вы понимаете, что без этого никак не обойтись? Ну, во-первых, наша семья это делала на протяжении 20 лет и продолжает делать, и делала до того, как это было объявлено. То есть, это не то, что что-то новое, просто это уже конкретные цифры под ту программу, под ту цель и те действия, которые мы видели. Потому что мне очень важно было, чтобы сначала была бы лошадь, а потом телега. Сначала цель, потом, вот этой цели, консолидация людей, получение доверия, что люди действительно готовы поставить эту цель важнее, чем в своей личной, и потом привлечения ресурсов. Я должен сказать, самое главное, здесь даже не финансы, здесь человеческие ресурсы. Я хочу еще раз сказать очень важную вещь. Наше главное конкурентное преимущество перед нашим соседом, у него все больше нефти и газа. Какие бы деньги мы ни давали бы, у нас будет их меньше, чем у них. Но количество людей, умных, профессиональных, которые могут стать рядом и помочь, но это мы не используем нашу нефть, которая намного ценнее, потому что она возобновляемая, и она развивающаяся, в отличие от нефти, которая истекает рано или поздно и газ. И в этом смысле деньги это необходимые, но недостаточные условия. Мы потратили огромное количество денег и в Арцахе, и в Армении на многие ненужные вещи. И, к сожалению, проблема в том, что эти деньги, которые даже были кем-то когда-то украдены или коррумпированы, эти деньги пошли не на строительство завода по Байрактару, а на строительство гостиниц, строительство кафе и так далее. Поэтому это вопрос, что деньги могут быть и очень вредны, поэтому деньги без цели, без четкого понимания, на что они пройдут, они бессмысленны. Но, конечно, я оптимист, я считаю, что вообще ничего не закончилось. Это тяжелая ситуация, но она не означает, что надо ложиться в гроб и ждать, когда тебя похоронят, а просто надо, поосознавая всю серьезную ситуацию, собираться максимально своей силой. Егор, ты же прекрасный, мы же все прекрасно понимаем. Человек бежит быстрее всего, когда за ним гонится тигр, или когда у него есть мотивация выиграть олимпийскую медаль. Ну вот, в общем, нам надо делать и то, и другое, чтобы у нас сейчас была максимальная мотивация. У нас есть и тигр, и олимпийское золото, да, то есть, которое мы сейчас дали. Прекрасный, прекрасная метафора. Вы немножко предвосхитили мой следующий вопрос. По самым скромным расчетам и оценкам, ваша семья за 20 с чем-то лет, когда вы активно начали заниматься благотворительностью в Армении, в Арцахе, потратила на благотворительность, правильно говорите, потратила? Ну, не потратила, я думаю, в общем, проинвестировала. Вложила, вложила, да, проинвестировала около полумиллиарда долларов, да, в общем и в целом. Когда вы сейчас смотрите назад, вы чуть-чуть об этом сказали, но сейчас подробнее. Вам не кажется, что надо было вкладываться, например, в производство оружия? Это было бы важнее, нужнее? Была осознанная политика, которая была принята нами и с моими партнерами. Я хочу сказать, что еще очень важно, что кроме наших денег мы привлекли еще очень большое количество денег других друзей и партнеров, чем я очень горжусь, что это тоже, кстати, необычная модель. И мы осознанно не влезали в политику и в кажддневную реальность того дня, ни во времена второго президента, ни третьего, не сегодняшнего премьер-министра, мы сказали, мы занимаемся долгосрочным развитием. И да, я бы, конечно, сейчас много делал по-другому, и многие проекты, может быть, я бы поставил на холд, делал другие, но тогда было осознанное понимание, что мы занимаемся этим, а руководство страны занимается безопасностью и политикой. поэтому я всегда встречался с первыми лицами и каждый раз, когда началось тут многое, что мы вне политики, мы будем делать все для народа, и мы не обидимся, как, знаете, некоторые диаспоральные армяне, которые, значит, там не поблагодарили или не наградили, мы делаем для народа, а не для власти. Но я для себя еще в 18-м году, когда первый раз встречался с только что назначенным премьер-министром, я вам сказал, что есть одна только тема, ради которой я перейду эту черту и займусь политикой, это сдача Арцаха. Поэтому, да, я не представлял, что это возможно тогда, а сейчас, когда это начало происходить, конечно, ситуация будет по-другому. Рубен, вопрос, который интересует многих, я думаю, что в кулуарах люди постоянно об этом разговаривают, но вас, это тоже для меня было странно, вам никогда этот вопрос в лоб не задавали. Я уверен, что вы тоже все эти разговоры слышали неоднократно о том, почему вы появились в Арцахе, почему вы решили сказать громко, что вы гражданин Армении и что вы теперь не гражданин России, что чуть ли не Путин вас позвал и сказал, Рубен, вот у тебя есть такая вот секретная тайная миссия, ты должен пойти в Арцахе все разрулить. Другая версия, что вас позвали второй и третий президент, бывшие президенты нашей страны, которые друг с другом никак договориться не могут, ну вот по поводу Рубена Варданяна, видимо, договорились. Вот. Третья версия о том, что Никол Пашинян послал вас, чтобы вы спасли страну, Армению от того, что там произойдет и очень много других. Нет, четвертый еще, английский, принц Чарльз, мне тоже. А, еще да, 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 принц Чарльз тоже, да, к этому, теперь уже король Карл Третий, да, к этому имел отношение. Ну, в общем, то есть очень много разных, как мы любим говорить, теорий заговора. Я знаю, что вы примерно ответите, то есть у меня в голове абсолютно точно есть ответ, но вы можете озвучить громко и сказать, то почему все эти теории неправильные, а может быть, какая-то из них имеет место быть. Да, очень просто, Георг, потому что если человек поверит, что человек моего уровня, в принципе, состоявшийся, счастливый, имеющий нормальную, счастливую семью, детей, возможность жить в любой точке мира, принял это решение, исходя из патриотизма, и потому что он считает это важным, потому что для меня важно, как мои дети или мои внуки будут на меня смотреть, и это важнее, чем уровень комфорта или там угроза жизни, то это большая проблема для многих, потому что тогда надо сказать, а почему я это не сделал, почему, а как только ты не веришь, когда ты говоришь, я точно знаю, что там есть какая-то наколка, там есть какая-то, то, конечно, я понимаю, это просто какая-то игра, поэтому спокойно могу сидеть на диване и дальше комментировать в Фейсбуке или где-то по поводу того, что варданян там чей-то засланый казачок. Второе, что я когда-то для себя принял несколько очень важных решений и ответил на некоторые важные вопросы. Например, один из вопросов в город, который мы каждый, наверное, себе задаем, а есть что-то, ради чего ты готов пожертвовать в своей жизни или нет? Вот это вопрос, который каждый из нас отвечает, потому что любовь это самое пожертвование, когда ты что-то любишь, ты говоришь, я ради своих детей готов пожертвовать в своей жизни, потому что, по моему пониманию, это любовь, любовь не какая-то, я там эмоции, я настолько люблю, что я готов пожертвовать всем ради любимого человека, да? Как вот у фон Триро «Рассекая волны» есть гениальный фильм, в котором она, ну, это вот, ты это или отвечаешь на это, или не отвечаешь. Я на это ответил давно, и для меня это очень дает сразу большую силу, когда ты на это отвечаешь, легче принимать решение. Ну, и третье, так мы с женой давно это приняли решение, о том, что мы все свои деньги постараемся потратить на то, что делает мир лучше. Я прекрасно понимал, что сейчас самая острая точка для меня, как человека с армянскими корнями, но глобального человека, я не могу весь мир спасти, но я понимаю, что вот здесь мои вложения, мое участие, мое время окажется наиболее полезным и позитивным, на мой взгляд. Это было просто, потому что я понимал, что вот в этой ситуации я могу дать разницу. Может быть, небольшую, но эта разница будет здесь намного больше, чем в любом другом месте. Скажите, а вы никогда не задумывались, что все те люди, которые вам предъявляют такие вот, скажем так, предъявы, простите за фамильярность, они сами не могут вот себе задать эти вопросы или сами принять эти решения, поэтому... Сложный вопрос. Просто не могут и все. Ну, я говорю, это очень сложно. Я не хочу осуждать никого из них, потому что это непростая вещь. Мы живем в мире, где безразличие доминируют, где бегство от свободы, вот Эрик Фром, когда человек осознанно отказывается от принятия решения, чтобы потом не обвинять самого себя, а говорить, что это меня мама заставила выйти замуж за этого придурка, или я там выбрал профессию, потому что меня папа заставил, что я выбрал профессию, или я не ухожу с командой, наш начальник мне не дает, но ничего, я за то, как-то приспособился. Психология людей большинства, к сожалению, такая, что они хотят, чтобы за них принимали решение. Мало людей готовы принимать решение и нести ответственность за эти решения, потому что ответственность это очень важная вещь. Ты получаешь большую свободу, но и тут же ответственность. Когда ты принял решение, я это решение, принимая, понимал всю ответственность, которую я беру на себя, и понимал, что тут нету одневного хода. Тут невозможно сказать, знаете, ребята, я обиделся, или я передумал, или меня лишили должности, и я уехал. Но так не бывает. Тогда это вот то, что хотят те, кто слышит и обсуждают. Или ты настоящий, или ты не настоящий. В Арцахе, это очень сразу видно, ты настоящий или не настоящий. Вот это моментально люди чувствуют. Я имею поддержку и любовь здесь, потому что я пытаюсь максимально быть таким, какой я есть. Я пытаюсь быть с ними очень настоящими. Это большое счастье, хочу сказать. Здесь огромное ощущение радости. Мне говорят, какой ты? Я говорю, я здесь счастливый, потому что я живу с людьми, которые настоящие. Плохие, хорошие, более образованные, менее образованные, но они настоящие. И это очень важно. Фейки есть тоже. Здесь тоже есть фейки, здесь тоже есть имитация богатых, имитация политиков, имитация хороших ребят, имитация довольно. Но это все-таки наносной и очень поверхностный маленький слой. Мы будем надеяться. Не так давно я разговаривал, брал интервью тоже у Самвелла Бабаяна, и спросил, во-первых, его мнение о вас, как о человеке, как о политике. Он высказался, это есть в Ютубе, на интернете, вы можете посмотреть, если не видели. Во-первых, хочу спросить, как вы относитесь к Самвеллу Бабаяну и ко всему тому, что он сейчас делает. Не к тому Самвелу Бабаяну, который был герой Марцаха и тогда все это сделал, а сейчас. Он сложный персонаж, и для меня есть, с одной стороны, понятное уважение к тому, что было сделано в Первую Карабахскую войну, и я не знаю всех подробностей, но человек явно стоял у истоков и победы. С другой стороны, после этого ни одной успешной истории, ничего того, что показало бы, что он и дальше добился чего-то в жизни в разных областях и добился, и развивался, и рос. Есть очень серьезная проблема, о которой надо говорить вслух, потому что это недосказанность. Все произошло 6 ноября, потому что президент в кругу большого количества людей говорит, что он уехал без разрешения, а он считает, что он отправил командировку. И это для большого количества арцахцев очень большая проблема. Он отказался от звания героя Арцаха, он был в СССР от безопасности, он сейчас пытается вот парламенчато, поэтому мне кажется, это вопрос, который все равно висит в воздухе, и почему так мало людей вышло на митинг, мне кажется, одна из причин в этом, что вот это доверие к Самула Баяну как не к герою Первой Карабахской войны, а к человеку, который вот имел полномочия, возможности, и потом что-то произошло, очень много у Арцахцев вопросов. Поэтому я понимаю, что у него есть много идей разумных, и он системный, амбициозный и очень харизматичный человек, когда его слушаешь, но идея спасителя, и вот это пренебрежительное отношение к людям, я должен сказать, для меня вызывает резкую реакцию, потому что даже на митинге, который он организовал, было видно, как он был вот этот высокомерие, не та, чем я считаю, должна быть у лидера, но при этом человек обладает однозначно харизмой, однозначно амбициями, но идея того, что я все знаю, дайте мне, я все сделаю, мне кажется, это иллюзия, сейчас только вместе можно сделать это, каждый должен делать свое дело, насколько его опыт того, что он когда-то воевал, окажется полезным сейчас, это хороший вопрос, потому что мир ушел вперед, очень много чего изменилось, и, конечно, можно писать красивые программы и письма, и там разные вещи говорить, но насколько это, вот знаете, я хорошо играл в баскетбол в юности и любил, потом пришло время, я понял, что мой рост не позволяет мне добиться большего успеха, я пошел играть в ганбол, ну, в общем, и сейчас уже в возрасте 55 лет ни ганбол, ни баскетбол хорошо не играю, я играл за вторую сборную МГУ, достаточно прилично играл в ганбол, и, в общем, сейчас, я думаю, меня не возьмут никуда, да, поэтому вопрос, насколько то, что ты умел делать когда-то, ты можешь применить, но в любом случае, то, что каждый солдат, каждый человек на вес золота сейчас в Арцахе, и разбрасываться никем нельзя, это тоже, поэтому, мне кажется, одна из проблем, которая есть в Арцахе, я ее озвучиваю много раз, нет вот этого желания сесть за стол, посмотреть в другую глаза, у всех накопилась куча претензий, кто вор, кто коррупционер, кто там кого назначил, кто там убежал, у кого дети не служили, кто там служил, это постоянные разговоры за спиной, мне кажется, надо, они раз сесть просто нормально, по-мужски, вот в условиях такого вот кризиса, посмотреть в глаза друг к другу и сказать, окей, вот давайте поймем, кто готов вместе идти, оставив в стороне то, что было, потому что мы, как в Маугли, водяное перемирие, да, вот мы объявляем водяное перемирие, потом разберемся, и как скованные одной цепью, цепью мы его там, может быть там и прокурор, и заключенный будут в одной траншеи стоять и очищать террора Орца, потому что все мы сейчас, хорошая новость, что в этом кризисе мы все в одной лодке, в одном корабле, избежать из этого корабля, просто сказать, я в моей каюте будет больше света, больше газа, и бананы буду кушать, но это очень быстро заканчивается, поэтому это вся иллюзия, в этом смысле это уникальная ситуация для нас очиститься от того накопленного негатива, который накопился объективно по многим причинам, но при этом я считаю очень важным просто использовать этот момент кризиса для того, чтобы снять этот вопрос, потому что я уверен, что огромное количество людей, в том числе не только самого Баяна, но и много бывших, имеют очень уникальный опыт, но к ним огромное есть отношение, есть совершенно молодые ребята, которые не имеют никакого опыта, претендуют на то, что они могут управлять страной, потому что они патриоты, тот же Тигран Петросян, который в своей жизни ничем не руководил, никогда в жизни не управлял, считает, что он имеет право, потому что он патриот, и по требованию его назначать на должность, в общем, эту поломенчатую кашель надо заканчивать, потому что это все мешает нам стать сильнее, это все нам мешает понять, что есть более главные вещи, важные вещи, чем то, что вот каждый из разных людей, не хочу там много других фамилий, но просто два примера из очень разных, да, вот самого Тиграна Петросян два очень интересных примера, оба они знают точно, что надо делать, оба они уверены, что они правы, оба они считают, что у них есть право принимать решение кто-то, мне кажется, мудрость в том, чтобы осознать, что мы все вместе должны это сделать в другом формате. Тем более, что на самом деле таких людей не очень много, и, наверное, 100-150 человек, и под тем, древним платаном всех можно собрать и всех вывести на чистую воду, тут нужна какая-то воля. Вот я в своем идеальном мире нарисовал для себя картину, в которой Арцахом сейчас в этом кризисном периоде может руководить Рубен Варданян в тандеме с Самвелом Бабаяном. Рубен Варданян ответственен за финансы, международную политику, социальные и прочее, а Самвел Бабаян руководит силовым блоком, то есть армия, полиция, МВД, то есть его жесткость, его высокомерие даже в этом смысле может быть здесь будут помогать. Как вы считаете, вот когда вы говорите, мы все должны понимать, все эти сколько человек, может быть вот вы и Самвел Бабаян это идеальная история, или вы еще кто-то, кого вы видите, с кем вы готовы сотрудничать, понятно, что со всеми ради спасения, но когда мы говорим все, мы опять размываем все. Нет, нет, давайте, Егор, еще раз вернемся очень важно к двум базовым точкам. Первое, или у нас казачий круг, исход решает, один вариант, тогда понятно, потому что, я должен сказать, фамилии Варданян и Бабаян известны, я не сомневаюсь, что есть достойные ребята, которые вы просто их не слышали, и может быть, на сегодняшний день им нужен там 30-летний, или 25-летний молодой Варданян или молодой Бабаян, который сейчас вам неизвестен, но который будет более решительный, более смелый, чем мы вместе взяты. И это вопрос того, что он должен получить доверие мандата от людей, которые там, не потому что за предыдущие заслуги. А второе, есть легитимный институт, и есть президент, который является, и я об этом говорил, меня это очень сильно критиковали, я сказал, слушайте, нравится нам, не нравится, у нас есть президент, который является главнокомандующим и несет полную ответственность. На нем огромный груз ответственности, и он принимает решения. И, конечно, есть вариант, модель, когда существует государственный институт, и при этом существует отдельно общественный фронт, как был Крунг, который там был бы по Госян Генрих, который отвечал за назначенные со стороны советской системы на должность. Он был патриотом, какие-то вещи пытался делать, и как в рамках своих там вещей, но при этом параллельно выстраивалась другая сила, которая делала уже больше вещей, чем... Поэтому я... Еще раз, мне кажется, вот эта попытка найти спасителей, попытка найти известные фамилии, главный еще раз, что делаем, какая цель, какие действия должны быть, и кто из нас... Может быть, Рубан Варданин очень хороший экономист, но сегодняшняя ситуация, где рыночная экономика не работает, все мои знания бессмысленны, потому что я работал в других совершенно реалиях. Да, поэтому вот эта оценка, кто что может делать, надо доказать делами, а не словами. И поэтому, да, должен быть честный разговор, кто готов... А, во-первых, кто готов стать вот сейчас в этой ситуации бороться. Б, второе, кто будет принят людьми, потому что, еще раз, доверие очень важный элемент. И одна из проблем лидеров, это то, что ты... Руководитель может не быть... Мы могут не доверять, потому что он по должности будет именять решение, и какие-то будут исполняться. А лидеры должны быть безусловно приняты. К сожалению, проблема есть с лидерством в Арцахе, и идентификация этих лидеров очень важный элемент, который надо провести. И люди должны искать. Да, вот этим десятерым... У нас вот общественный союз сейчас выбирается во фронте, да, где будет там 30-35 человек, которые потом будут играть 7 человек, будет там комитет. Ну, вот еще раз, это совершенно разные люди. Я надеюсь, что этот процесс пройдет так, что, в общем, несмотря на все сложности, там будет большинство людей, которые людям будут доверять. Когда вы говорите о том, какова цель, ну, цель же у всех одна, чтобы в Арцахе было безопасно, то есть Арцах это безопасное место жизни для жителей Арцаха, чтобы в Арцахе была своя власть, свое государство и прочее, прочее. Цели всем понятны? Не совсем так. Или нет? Не так. Не так. Я должен сказать, что есть люди, которые говорят, слушайте, ну, почему вы там, давайте мы уйдем отсюда. Я не хочу ставить под риск жизнь своих детей и себя. Я хочу отсюда уйти. Какая-то есть людей, масса есть, я не знаю, какой процент, но есть. Какая-то есть людей, которые, не скрывая, говорят, давайте интегрироваться, как-то мы там построимся, потом будем бороться. Ну, там есть некоторые не очень образованные блогеры, которые говорят, слушайте, давайте мы согласимся с Азбаджаном, а потом продолжим воевать уже в рамках. То есть, цель, что безопасный, и как ему обеспечить безопасность, тоже надо раскрывать эти скобки, объяснять, поэтому и безопасный, и свободный Арцах работающий. Почему апрели красные линии? Вот мы сказали, у нас есть шесть красных линий, без ограничений доступа в Армению, собственные законы и собственное управление территорией, контроль инфраструктуры, чтобы газ, свет и все остальное было контролем нами, собственная валюта, паспорта, вера, язык, культура, это все эти вещи, шесть, мы сказали, вот это нельзя и никак изменить. Но есть люди, которые видят по-другому, и это видно на последние, их немного, но они есть, и они тоже высказывают или не высказывают, но делают свои действия. Как вы думаете, господин Алиев готов разговаривать с жителями Арцаха, с лидерами Арцаха вообще, или он все уже для себя решил, в его голове все, в мире, в котором он живет, все нормально, и он делает то, что он делает? Я не знаком лично с Горином Алиевом, но, исходя из того его прошлого и, в общем, того опыта, он как руководитель страны приобрел, я думаю, что он осознает, что первая победа ему не нужна, ему, я уверен, хотелось бы, чтобы его в мире принимали бы не как диктатора авторитарного, а как человека цивилизованного, и который был бы принят во всем мире, а как не просто там богатый миллиардер, потому что у него много нефти, а как человек, который сделал что-то хорошее, я думаю, что осознание у него есть, что вот так военным путем прийти и начать уже здесь воевать не с армией, а с народом, убивая детей и женщин и так далее, как бы это ни было, попытка представить в мире не будет принято никем, более того, понятно, что это потом дает последствия, потому что мы все знаем, какие происходят после этого действия страны, с другой стороны, много примеров есть, в том числе памятник Немезис, это очень хороший памятник для того, чтобы все помнили о том, что может быть дальше, и в общем-то, я думаю, что все хотят нормально отдыхать во Франции, в Англии, в Италии, не думать о безопасности своих детей или внуков, и это не угроза, это просто понятно, вот ты смотришь на то, что ты можешь выиграть и что получить, поэтому в этой ситуации я думаю, что у Алиева есть достаточно мудрости, чтобы понимать, что надо разгадать, и другое, что он пытается по-максимуму отжать в этой ситуации, он хочет воспользоваться ситуацией и максимально получить сегодня и сейчас то, что он может, а потом уже дальше смотреть, как это будет выстраивать, тем более, что если нет противления, опять-таки, когда на тебя давят, ты или даешь обратно, или ты прогибаешься, чем больше ты прогибаешься или отступаешься, тем больше ты хочешь, а я хочу еще, хочу еще, знаешь, в переговорах есть разные тактики, одна из тактик, ты говоришь, а это можно, а еще хочу, а это тоже можно, а нельзя, ну ладно, тогда я немножко отступлю, поэтому вот это ощущение, что не все получится, потому что есть сопротивление, очень важный элемент, и третье, конечно, ситуация сложная, она накоплена огромной, исторический негатив, и нам действительно очень сложно будет выстраивать отношения, нам надо выстраивать отношения, мы не можем, еще раз, если мы не представляем, что на каком-то этапе в регионе не останется ни одного армянина или ни одного азербайджанца, мы будем жить бок о бок, все равно нам надо шаг за шагом, очень осторожно, очень деликатно, с очень большими ограничениями выстраивать соседские отношения, то, о чем я говорю, поэтому я не верю, что победа любой ценой есть у основной наливы как принятая концепция, и я не думаю, что ему ее дадут сделать, а мы должны это сделать, а еще пока что это будет для него очень дорогая цена, и это он должен понимать, что это не будет просто там маршем по, вот, лужайкам и сагоголям. Как вы оцениваете сегодняшнее отношение властей к этой проблеме, к разрешению этой проблемы, и как вы оцениваете отношения мира? Властей каких? Ну, те, которые сегодня вот о чем-то договариваются, пытаются подписать какие-то документы или не подписать, говорят о том, что они признают территорию Азербайджана. Ну, то есть, корректно сказать про армянское проект, это не просто правительство, потому что произошла некоторая ситуация, хотя Бишкек подписывали три стороны, и Армения, и армия самообороны, и Азербайджан, на ком-то этапе Армения выступила и гарантом безопасности, и гарантом переговорного процесса, и в данной ситуации, конечно, метаморфозы, когда прошли с армянским правительством, с лидером, это вызывает шок, потому что от экстремального заявления Арцаха, это Армения и все, и полностью переговорный процесс после этого остановился и стал невозможным. До того, что вообще мы ничего не делаем, пусть Арцах сам разбирается, а мы вот, нам надо сохранить знаменитый там его квадратный километр, который, мне кажется, он тоже не до конца остановит, что он называет такие цифры. Так вот, это, конечно, вызывает удивление и неприятное, потому что я считал и считаю и говорю это всегда с еще 20-го года, что это Армения и Арцах это сиамские близнецы. Не будет Арцаха, не будет Армения, не будет Армения, не будет Арцаха, и защита и развитие Арцаха это не просто дача, потому что здесь 120 тысяч человек живет с армянскими паспортами, армян этнических, и так далее. Это просто сообщащие сосуды сохранения армянского ДНК и отношения власти, что там я это не могу, это, ну, еще раз, есть ограничения, которые мы не знаем, есть ограничения, которые возникли в рамках технических договоренностей, но вот так спокойно это отдавать и не понимать, что это собой повлечет, не делать для этого усилия, чтобы выработать совсем другой подход и не сделать так, чтобы в данной ситуации появился бы Арцах как переговорная сторона. Например, окей, вы не можете, давайте Арцах снова вернется на перезапию за стол переговоров и будет трехсторонний разговор между Азербайджаном, Арцахом и Россией. Давайте продавливать это решение, давайте продавливать решение, что хорошо, мы там ограничиваем нашу вовлеченность в это, но мы поддерживаем так и так и так. Но мне кажется, настолько очевидно, что вот такая краткосрочная стратегия любой ценой, мир, который ни о чем не значит, потому что мы все знаем, любой подписанный мирный договор, не подкрепленный серьезно на земле силами, заканчивается очень быстро ничем. Это было и в Европе, и мы все приводим пример, чем Берлен, который привез в Англию, сказал, я вам привез в мир, а на самом деле привез и унижение, и войну, помните, да? То есть, когда Черчилль сказал про то, что между унижением и войной вы были унижение, а получили и унижение. То получите и то, и другое. То и другое. Ну, мы получим то же самое здесь, потому что я думаю, что аппетит, и Олив не скрывает. Смотрите, западный Азербайджан, территории там, Зангизург, это вся риторика переселения и так далее. Это же, это не просто там, там, иски, и все это риторика. Понятно, что она частично связана с публичным давлением, но частично это амбициями, которые возникли у другой страны, которые считают, что сейчас он может стать региональным важным лидером вот в этом регионе, исходя из нужности и важности его для Европы, для России, для Турции, и он пытается воспользоваться. Если вот так просто отдавать и говорить, да, конечно, пожалуйста, пожалуйста, то, в общем, закончится это очень плохо. Что вы скажете по поводу мира? Мир занят своими делами и не обращает на это внимания, или, ну, Россия пытается что-то сделать, Франция, Америка, и стоит ли вообще рассчитывать на какие-то действия мировых держав? Знаете, армяне удивительный, народ у нас очень сильный, ученые, очень сильные, военные, мы там гордимся культурными лидерами, образованием. У нас не всегда очень сильные были дипломаты и сильные политики, потому что удивительная ситуация, нам все время говорят, вот мы должны взять одну из сторон, принять одну из в сторону одной из ваивающих в мире большая игра, и мы все время там половинчато пытаемся всех немножко так вот и с ними, и не с ними быть, мы все время не понимаем, что не в том, что надо быть, постоянно быть, заигрывать или пытаться там выбирать, она быть настолько мудрым, чтобы быть нужными всем. Вот это очень важная вещь, даже маленькая страна может быть нужной всем, если она скажет четко свою позицию, все-таки кажется, почему я, будучи очень маленькой шестеренкой в большом мире этих огромных шестеренок, оказываюсь очень важным связующим звеном, то, о чем я говорил, мы могли и можем еще стать той буферной страной, которая будет объединять, соединять, не объединять, а соединять Россию, Иран, Европу, и мы, как используя нашу и диаспору, и наши возможности на стыке четвертых цивилизаций, стать очень важным элементом, мы должны стать нужными, а мир тогда сразу обратил внимание, а когда мы не нужны, когда мы живем из одного мифа, что мир не допустит войны, а потом мир нас бросил, у нас, знаете, два экстрима, как будто вот как у Пашиняна, Арцах это Армения или Арцаха вообще нету, я все спрашиваю, а почему такие экстримы, почему, посмотрите на Эрдогана, как он цинично, Украине говорит, Крым это ваш, с Россией заключает зерновую сделку и другие вещи, с Европой, с Америкой и при этом еще строит собственный Туран, как-то он это умудряется делать, а почему мы должны все время вот находиться в этой ситуации, что мы должны выбрать какую-то сторону, и мне поражает, когда говорят там вот про российский, про западный, и говорят, слушайте, вы о чем, про армянский должен быть, про армянский, который должен уметь договариваться и понимать, что я могу дать другой стороне, не потеряв важные для себя вещи, и что я могу получить взамен, чтобы тоже это было бы адекватно, ну тот же Алиев в 94-м году, подписал его отец, ну посмотрите, контракт с англичанами, это же безумный контракт с точки неэффективности, но он же согласился, потому что он понимал, что ему нужно получить было инвестиции, и там были ограничения, что они получают прибыль, только если там превышает определенную цену нефти, но они пошли на это, понимая, что они, отдавая это, получают что-то, что мы делали, сколько у нас иностранных инвестиций в Армении больших компаний, сколько у нас известных больших мировых брендов пришло в Армению за эти там 30 лет и стали там, кому стали нужными с точки зрения нашей вот этой уникальной теоспоральной сети, как мы этим все... Это просто вопросы, которые лежат на столе, и на них надо отвечать сегодня и сейчас быстро, потому что мы теряем каждый день война, когда идет в мире между цивилизациями, война между технологическими странами и ресурсными странами, вот мы попали на три стыка, технологические страны воюют с ресурсными, Азербайджан ресурсная страна, мы технологические, воюют цивилизационные конфликты, мы на стыке цивилизационного конфликта, и воюют институты и сеть, мы тоже как уникальный пример, где мы можем стать первыми, как христианами мы стали, где государство и сеть могут взаимодействовать, а не воевать. Мы должны этим воспользоваться, мы должны это уметь делать, мы должны брать и каждый день использовать все наши сильные стороны, мини-миниверси слабые, а не пытаться, каждый говорит, я сам умный, я сам придумал велосипед. Ведь это поражает, когда в Армении и в Арцахе одно и то же феномен такого нарциссизма, я сам с усами, я все, сам все знаю, мне ничего не надо учить, лучше помогите мне материально, не надо мне учить жизни, помогите мне материально, дайте мне денег, я все сделаю, ничего не сделаю, потому что знаний нету, опыта нету, умения учиться у других нету, и самое главное, умение учиться у других, каждый день. Ну, мы 30 лет продолжаем заниматься вот теми глупостями, которые вы сказали, наступаем на все те же самые грабли, и когда, когда мы уже остановимся, вот каждый раз, когда во время четырехдневной войны мне показалось, что вот, мы должны что-то понять, что-то предпринять, потом мы успокоились, 44 дня войны страшной, чудовищной, кто-то пошел на фронт, кто-то остался там, где он остался, каждый делал то, что он мог, и там. У кого-то что-то получилось, у кого-то не получилось, и казалось, что после этого мы поумнеем уже что-то сделаем. Нет. Арцах, блокада Арцаха, теперь казалось, ну опять нет. Что с нами еще должно произойти? Или все уже? Ну, я думаю, это еще не все, но я согласен, что мы уже стоим на краю пропасти. Я сказал, что это Сардарабадская битва. Для меня потеря Арцаха аналогия с Сардарабадом, когда мы могли потерять уже окончательно армянство, как вообще понятие останется в истории, как сказал английский дипломат. Да, если бы мы не остановили бы врага в тех трех битвах, я считаю, потеря Арцаха аналогична. Поэтому, да, все разумные, здоровые силы, элита, молодежь, спящая тоже немножко сегодня, потому что в 21 веке совсем другая ситуация. Если обычно двигатель революции были молодые, там, во Франции во время 1968 года, там, или там, вьетнамскую войну останавливали, или там, в том числе, там, то, что в Карабахе, Карабахское движение, все молодые ребята, 25-30 лет они были, которые, то, конечно, молодежь, элита должна создать, и кто-то здоровые силы, должна объединиться вот в этот фронт, который мы создаем, именно в том, чтобы создать площадку, где люди с разными взглядами, с разными, может быть, восприятиями этих вещей, понимают, что вот сейчас это все остается в стороне, мы все вместе защищаем Армению и Арцах, понимая, что мы не имеем права перед следующими поколениями потерять то, что было тысячелетиями, передано нам. Знаете, вот у китайцев есть очень важное пожелание, что каждое следующее поколение не просто должно продолжить дело отцов, оно должно быть лучше, чем предыдущее. Оно должно быть еще, оно должно двигаться вперед, а не просто продолжать дело отцов. У нас такая ответственность, поэтому я верю, что, конечно, такой кризис, это еще и возможность. Я должен сказать, что блокада Арцаха показала, что, в принципе, у какой-то часть людей, она не должна быть очень большой, это осознание приходит, и они готовы, если будет правильная платформа, если будут правильные принципы и правильные ценности, и правильные правила игры, как будто мы играем в баскетбол, а не в джунглях каждый сам за себя. Ну, как только мы договоримся, мне кажется, это будет очень сильно. Потому что в джунглях каждый сам за себя, армяне пытаются так жить очень часто, но это не в сегодняшней ситуации. В блокаде так не получится, в борьбе за сохранение себя как государства, как нации, это не работает. Абсолютно с вами согласен. Меня больше всего поражает, конечно, то, что каждый раз, вот, знаете, вот сейчас очень много людей посмотрят, послушают, говорят, вот, Рубен Вартанян говорит правильные вещи. Но что люди сделают, какие выводы они сделают из этого, и изменится ли у них что-нибудь в жизни после этого интервью, вот что самое важное, наверное. Включится ли этот триггер, кто-то по башке их в этом треснет, что, вот, что должно, чтобы мы все проснулись. Вот вы говорите про Сардарабад, 28 числа я разговаривал с историком Хамосу Хиасяном, который написал две книги по поводу Сардарабада, и он как раз рассказывал о том, о чем мы мало говорим, о том, что, может быть, кто-то не знает, а кто-то и забыл. Перед битвой за два-три месяца до этого народ убегал из Армении, всячески, кто как мог. Арам Манукян закрыл границы Армении, закрыл границы, а не расстреливая дезертиров. Был английский сад, известный в Ереване, который до сих пор, они просто окружали молодых людей, отправляли их в Канакер получать оружие, потому что после падения Карца у нас больше не было нигде оружия, и вот было в Канакерской части чуть-чуть. И все те люди, которые не брали это оружие в руки, их тут же на месте расстреливали. И вот этот вот ужас, этот страх объединил людей. Понятно, что это очень плохо, но и тем не менее, так случилось, и мы победили. Там были еще другие, конечно же, природные какие-то истории, то, что была очень дождливая весна, и мост, который разрушили наши ребята, когда проходили реку Аракс, мост через Маргару, который сейчас пытаются восстановить, тоже был разрушен, и просто некуда было отступать. И воевали мы с турецким Аргигардом, основные турецкие силы просто физически не могли подойти, потому что были болота, разлитые реки и так далее. То есть все было на нашей стороне, но и тем не менее были решения, которые принимали сильные люди, которые были ответственны за свои решения, и это решение смогло остановить турка. Кто сегодня должен эти решения принимать? И можем ли мы, например, сказать, что, ребята, сейчас очень важный момент в истории армянского народа. Все армяне, которые хотят, чтобы Армения продолжала жить, должны приехать в эту страну, жить здесь и служить этой стране. Если нет, то мы лишаем вас возможности приезжать в Армению. Например, такое решение. Или закрыть границы и все искать, ребята, мы все вооружаемся, и все идем вот в сторону той самой дороги жизни, и пытаемся силком заставить ее открыть. Кто-то же должен что-то говорить. Хороший вопрос, очень важный вопрос. Во-первых, я хотел бы добавить к этой картине, которая была представлена про Каталикоса, который бы сказали, надо уезжать. Он сказал, я отсюда не уйду. Я остаюсь. Похороните меня здесь. И роль церкви, и вообще лидеров культурных, моральных, это очень важная вещь. И, конечно, еще раз, мы все очень разные люди, у разных людей разные предпочтения. Да, сейчас в условиях вот такой отечественной войны жесткая мобилизация, жесткая дисциплина и жесткие наказания. Одна из проблем в Арцахе, в том числе безнаказанности, которая накопилась годами, это тоже очень важная проблема, которая надо говорить открыто, что, конечно, надо наказывать публично тех, кто ведет себя не так, как нужно в данной ситуации, не бояться брать на себя эту ответственность. И это тех лидеров, которые готовы взять на себя такую ответственность. Это не всегда, еще раз говорю, руководство. К сожалению, не хочу сейчас долго критиковать руководство университета Армении, но оно в том числе вот этой половинчатости, то ли у нас мобилизация, то ли у нас военное положение, потому что в кафе собирались военные ребята, и ребята кушали, и пили спокойно, потому что не было ощущения, что это война наша общая. У нас не было ощущения, что Арцах – это действительно нас. И мы вот эта половинчатость, то ли Арцах – часть Армении, то ли Арцах – это отдельная территория, то ли Арцах – это отдельный и вообще этнос, который надо отдельно там… это же все справлю вас это дело с врагами очень серьезно работа я считаю гор вот вы я те люди которые готовы понимают знаете вот этот пройдай на вездом кукушки я хотя попробовал знаете я хотя попытался это сделать я понимал что мой приезд поменяет но не принципиально если еще 10-20 тысяч 300 тысяч человек которые сюда должны приехать я уверен что они есть я уверен что в армении есть точно один процент 25 тысяч которые станут и приедут рядом с арцарцами и станут и арцарцы которые живут в армении не арцарцы я что с мира приедут я уверен что если будет жесткой точная и четкая сформулированная философия того что это отечественная война это битва за выживание и сохранение нас как нации я уверен что многие люди и мужчины и женщины и возрасте и молодые станут это не будет подавляющее большинство и никогда не должно быть но это будет достаточно того чтобы изменить ситуацию будем надеяться и на финальный вопрос мой боевой товарищ которому было 18 лет когда он стал участником первой арцарской войны очень попросил меня спросить он сказал он тоже финансист экономист достаточно успешный он попросил меня спросить рубена варданяна я буквально его цитирую 90 процентов он посчитал 90 с чем-то процентов всех ваших проектов которые вы вкладывались которые вы придумывали всегда были успешными вот этот самый важный проект вашей жизни он будет успешным однозначно потому что невозможное возможно знаете у нас была миссия тройки диалог который звучал в следующем году мы должны прыгнуть выше своей мечты чтобы делать невозможное возможным да вот это не столько раз говоришь это невозможно я столько раз слышал своей жизни что это не получится я глубоко убежден что дорогу осилит идущий если ты видишь цель не видишь препятствия как фильме чародей если ты понимаешь что ты готов пойти до конца на все на сто процентов вот еще раз нельзя я извиняюсь неправильное выражение она очень популярна быть полубеременным нельзя быть полу патриотом нельзя быть полу надо или ты до конца говоришь я готов и до конца это чувство другая сторона я должен сказать я у меня были ситуации в жизни когда у меня была толпа людей намного больше чем нас было и они почувствовали то что вот мы назвали там два человека и было 18 не пошли в драку потому что чувствую что мы будем биться до последней пару человек с ними за собой потащим на тот свет это важно это сила то что да сложно да тяжело до шанса мало да там два три процента пять процентов шанс это это больше чем ноль и это 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 и ты должен это верить и и не сомневаться и второй ты должен каждый день ты не можешь сегодня немножко этим займусь а завтра займусь другими делами вот это очень важная философия что это дело твоей жизни ты на это гладешь все они раз в неделю идешь на митинг или там раз там в день то пишешь этот блогер или дам на обрислять деньги а вот все что я могу и не могу я сделаю отдам для этого дела как только такая формируется группа людей поверь это все возможно и это дает такую силу что как магнит начинает притягивать и про и союзников и притягивает и и ресурсы притягивает и новые идеи слушайте я когда ликване убедил стать чем сайта ров бизнес-школы сколково и вообще проекта не было он согласился стать членом сайта ров бизнес-школы сколково человек который был на пенсии в этот момент был членом борда джипи морган чейза даме крайслера и эксо мобайл первый раз меня увидел по двум причинам одна не связана со мной он очень уважал армян потому что армяне сингапуре как в его время были самым уважаемыми людьми они были представители белой на они для них были примером образованных умных людей это то прошло которое был для меня большим плюс и второе ему понравилась моя амбициозная масштабная цель и он стал рядом со мной стал членом сайта ров не зная меня просто потому что ему понравилась эта эта мечта и это пример того как ты получаешь ресурс даже не ждешь тот же там джордж клуни те же люди которые становились рядом с моими проектами разных областях там это всегда были люди которые им не рубен им нравился им нравилась та цель и та мечта когда рубен озвучивал который он показывал что он ей предан что он до конца готов идти и я не говорю если так мы с тобой рядом ну что же тигран ты услышал рубена вардани она я думаю что ответ тебя удовлетворит спасибо большое я буду очень ждать того момента когда на блокады не будет я смогу приехать карабах пожать вам руку или же когда действительно мы все там будем нужны вот прямо сегодня и прямо сейчас тогда я пожму вам руку я уверен что премия аврора когда-нибудь будет проведена шуши я уверен что все те ваши амбициозные планы которые вы лелеете в душе по поводу образования и будущего этой маленькой гордой странной станут реальностью я уверен что я со своими детишками опять как мы это делали в год несколько раз будем приезжать children и отмечать там дни рождения любимых людей которых там очень много но тут есть очень важное но о котором мы так долго говорили тут нужно понять зачем мы это делаем куда мы идем и что мы готовы ради этого сделать готовы отдать свою жизнь ради свободы и независимости ради будущего наших детей тогда у нас получится если не готовы то будем жить в том же болоте спасибо города все правильно слабо еще про достоинство наешь вот есть гениальность якул джава эти были читать про достоинство которое очень сложно строится и очень быстро теряется вот это сохранить ажиноплату тюн ажиноплаты жить достойно а не как раб это очень важно и это внутреннее ощущение для человека это важно нет я считаю что вот те люди которые внутри себя считают что для них куда достоинство сохранить себя даже самодержу ситуации концлагеря это будет или это будет время войны или это будет тогда будет финансовый кризис это одна из важнейших элементов дающую разницу между очень многими достойными людьми может быть но это большая разница я уверен что вот сохранить внутреннее достоинство чтобы потом смотреть глаза своим детям это важнейший элемент о чем стоит жить и делать многие вещи которые кажутся безумными потому что я что то что сейчас происходит это очень непростая и тяжелая ситуация и это воспринимается как безумство шли отрубой варданян но я глубоко убежден что именно вот в это время проявляется то что люди готовы действительно ради какие-то может быть эфемерных вещей которые кажутся настолько неизберяемыми как вот я рассказал историю вы можете в конце наш вы если можно я чуть-чуть время еще твою аудитории про моего деда который вот был он наполнен грузин наполнен армянин из рода меликми насянов и хер хеллидзе и он отец моей мамы из билиси я в билиси приехал военным служил в армии 87 год и мы другом там напившись мой друг оскорбил девушку другой национальности и там пришли очень серьезные ребята это очень была плохая история и мы были неправы и в разы там пришел старший и спрашивает а кто такие ну мы там 18 лет и 19 лет и ребята пьяные в дрызг практически и вот я рассказываю его там мама моя из билиси где-то откуда вот я вот такого за района а кто ее отец был я называю имя и отчество моего деда умер в 71 году а это 87 год и он стал искал эта тема закрыта это внук этого человека есть вечер делаешь не для себя известно сделаешь для многих я вот 1 июня и хочу озвучить обещание в раздел я оставил специальный фонд и я обещаю всем тем людям которые не понимают это недостойно ты вы и ваши дети и ваши внуки по социальным сетям будут получать фотографии тарабаски детей каждый день если мы потеряем отца потому что вы примете те решения вы не иметь право принимать если вы будете вести так все ведете все будем махать с трибуны парламента и говорить что вы там имеете право такие вещи говорить потому что это не достойно армянина это не достойно человек я вам обещаю что это будет дело ну и вообще наши деды нам говорили каждый раз когда ты что-то говоришь надо тысячу раз подумать потом сказать я уж не говорю про действие вот и и любое действие имеет противодействие разделяю с вами все ваши чувства спасибо большое терпение сил про достоинство я не говорю потому что она ощущается даже через зум ну и конечно же веры в то будущее в которое в которое у вас есть я надеюсь что вы его сегодня передали также всем людям которые посмотрят это интервью всем нам веры и удачи всех благ спасибо большое рубен вартанян из арцаха блокадного из арцаха из которого он не может уехать из арцаха в который никто не может приехать из арцаха в котором сейчас 120 тысяч людей находится в абсолютной блокаде из коих 30 тысяч детей это будущее страны будущее нации и будущее народа это очень важно понимать это я сказал специально для тех людей которые задают рубена варданяна глупые вопросы по поводу пенсии из азербайджана и возможности уехать вы ведь богатый человек можете вызвать вертолет и улететь ну не может не может несмотря на то что очень богатый человек и наверное если бы очень захотел смог бы но есть такое слово как достоинство спасибо большое спасибо спасибо горд удачи